Мужчина развивается как личность, когда он очень социальный живет, социальной жизнью. Он берет ответственность за семью, за женщину, за детей. И такие мужчины, это мой опыт, развиваются быстрее, чем те, которые отвисают в храме. Они становятся более зрелыми, более разумными, более развитыми, чем те, которые в облаках летают. Они так в облаках, потом всю жизнь не летают. Один такой человек подошел ко мне, он занимался 30 лет духовной практикой. И сказал, ему было 50 лет, а мне тогда было 30. И он пришел ко мне на консультацию, мне было 35. Пришел ко мне на консультацию, ему 50 лет, он старше для меня. Я духовной практикой занимался не так много еще тогда. Он начал плакать, говорит, я разрушил всю свою жизнь. Я, говорит, занимался только отречением, все прочее. Я теперь понимаю, что мне нужна семья, нужна жена. Мне уже такой возраст, я не знаю, как с девушками отношения строить. Я слабый, у меня нет практической занятости, у меня нет специальности, ничего. Он просто был в потерянности полной. Потому что он думал, что духовное развитие для мужчины – это значит только отречение. А духовное развитие для мужчины – это значит молитва плюс социализация. То есть быть социально сильным, брать на себя проекты, дела, ответственность. Никогда не уходить из социума. Если вы его оставили где-то там, то это тоже отвисание, это как наркотик уже для мужчины. Только наркотик в виде храма. И результат вот такой, что он теряет просто время для личного развития. Мужчина должен развиваться в обществе и при этом быть духовно сильным. Вот его специфика, мужская природа. Такова специфика мужчины. Устроение нести как-то делать в обществе? Что-то, например, на середине, на середине, на середине, на середине. Все отлично, да. Тогда все хорошо. Надо практика найти себе. Не надо дальше в проекты идти, надо идти в отношения. Учиться создавать команду. Найти человека, который бы вас сдерживал, отрезлял. Говорил, что это достижимо, это нет. Ну, то есть, человека такого другого, противоположного темперамента вам надо найти. Спасибо. Спасибо. Дорожить этими отношениями.